иван хуторов дело в том что даже посмотрите как звучит иван хутору скорее всего ученые это величайшая радость я всегда рад я доволен даже этого он как ко мне обратился уважаемый железов не по имени очень никак уважаемый железов ну то есть как бы как называется чуть-чуть так отстраненная читаем общей фенотипе оба не повторяется от родителя на 50 процентов заметьте речь идет о сеянцах согласны а я не согласен от родителя а поэтому 25 процентов помидорю а еще бабушки дедушки и получается следующий фраза сейчас поймете к чему я клоню почему это самое все время как бы давлеет над нами вот это вот сеянцевого врача повтор фенотипа размера от родителя составляет 0,1 процент то есть чтобы получить мало мальски крупные яблоки нужно высадить вырастить тысячи яблони семян чтобы получить не факт одно и что еще вкусно не факт что вкусно ну я бы не стал сейчас глубже вникать почему вот повторяет родителя вся процентов даже если по минус 25 почему что да эти самые один из тысячи в дух выявляется а я тоже читал вот хоть у меня играется это металлах но дело в том что я прекрасно помню фразу из этого в кое-чего пытался изучать научные труды вот и там получалось цифра такая впечатляющая одна из двух с половиной тысяч а здесь ты еще да это не принципиально одна это то есть повторить невозможно а я стану же выворачивать еще яблони чтобы опять была такая нет конечно согласны вот давайте читать дальше для яблони используют метод селекции виде почковая мутация более быстрых а это уже ближе к нам почковая мутация а что за этим следует наверное прививки тогда нет никакого противоречия и так зачем нам ворачивать тысячу мы с помощью почковой мутации можем получить сразу результат тогда я взял и полез в интернет в спросе почковые мутации спорты стойки соматические мутации происходящие в клетках точек роста растений приводят к клоновой изменчивости при вегетативном размножении вегетативном сохраняется многие сорта культурных растений является почковой мутации но это уже ближе к нам вот и совершенно право станем мы выращивать тысячи яблони если результат будет у одной из тысячи правда оно не следует с этого но еще раз уже не буду придираться уже сам факт что уважаемые ученые можете не сомневаться такие цифры знаю далеко не все вот значит нашел ну назовем это ну конечно это не гибридизация и вот оно дерево у него значит этот вот этих сейчас я чего-то этого прицеплюсь к одному слову так клетки помните мы говорили что есть почки есть клетки и почки дает растения и клетки дают растения и вот получается следующее что дошлась какая-то середина наполовину значит чек не не ну как сказать он меня научит справку мне дается уважаемый железов так вот на всегда действительно с этого ведь там еще а ну-ка смотри сюда мы же еще не закончили это и обставка моя пояснение уже пальцы все выходит из середины наполовину то есть не зажая не запротив признался против за абрикос повторяйте физки рода темно 73 процента фенотип размера повторяется на 23 процента поэтому посадим 10 кости к 100 граммовых абрикосов 10 вы получите пару деревьев с логичным весом плодом а вот тут я не согласен а у меня свой опыт есть если 10 костей посадите 100 граммов абрикосов не получите ни одного а почему я теперь вам должен у меня то есть практика а вы возможно берете где-то из каких-то справочников дело в том что абрикосы извините у нас этих у нас не бывает абрикосов даже если взять абрикос вырастить его посреди пустыни то есть посреди голого места где не это пчелы не могут его опылить а другого допустим километра ни одного второго абрикоса нет частичная пыли невозможно возможно мы все взяли уже чужой не помешал мы все взяли косточки они 100 граммовые плоды 10 чтобы посадили и все равно не получите ни одного вот так вот а почему а потому что они уже гибридные уже так что вы вроде бы мою пользу говорите что косточкой можно получить 100 граммовое мы получим большое разнообразие большое но не 100 граммовых вот так вот но все равно уже видите как а вы не дочитали и так извините мы сейчас закачиваем друзья но вот это и среди вас есть люди которых это все и волнует вполне и который прекрасно меня понимают и понимает автора вот этого кстати кто у нас автор хрен там нет автора ладно и так дочитаем и так посадив 10 костик от 100 граммовых абрикоса вы получите пару деревьев с аналогичем весом плодов ну пускай а вдруг такое может случиться хотя это не факт при том что из восьми остальных фенотипов абрикос два сибирские которые вполне возможно выдержать сколько градусов мороза в общем я пишу это к тому что поняли сейчас самое главное я специально думаю кто из вас дотерпит пишу к тому чтобы вы семечками от яблони торговали потому как угробить и свою репутацию мирослава санкт-петербург сколько я отговариваю пути кучи темы что у меня написали хочу я буду заниматься селекции на самом может быть я уж не отговорил заметили я честно говорю сколько их из вас я говорил не выписывайте у меня эти эти самые семена культурных этих яблони и груши вспоминаю много хоть раз я поступил со совестью она сам потому что у меня память плохая я попробую не запомню эту чудесную женщину вот и получается что мирослава теперь когда очень грамотный человек я а и вот хутором вот же его фамилия и вот он вот значит когда он убедил что нужно выросить еще я бы еще получите одну и то еще не факту а вы уже выписали и что вы будете делать выбрасывать семинар вот не интересно как вы потом с реагируете если мне понравится ваша реакция на любая реакция подошел семинаре дам вам слово хотите что после этого будете делать одна из тысяч а по другому уважаемый садовод крупнейший написал мне две с половиной тысячи а я запомнил эту цифру потому что эти цифры мне руки отбивали так что пусть я с этим не согласен из 10 20 граммов их не будет никогда да почти никогда бывают чудеса так значит угробить свою репутацию я наверное не смогу при всем желании большое количество людей за все годы их набралось несколько десяток они встречали яблони где попало заброшенных садах посреди леса вдоль из дорожных путей знаете где семечки выбрасывали огрызки и везде росли яблоки досталось все вкусное ну назовем полукультурными вот и когда человек получит от меня семечки он все-таки не послушает меня вырастет они будут не 500 грамм а я же стараюсь самая крупная выбирать мой сколько я теряю на этом учитывая что мякоти столько чтобы сгнили выбрасываю вот но я очень надеюсь у тебя когда получит прекрасную полукультурку который будет одной из качеств именно в нёй вот чем хорошая памяти нету иван хуторок он не забыл вот про это написать сибирске вполне способно выдержать 40 градусов мороза вот но благодарю вас и вам а самое главное что вот те полукультурки которые вырастут из моих роскошных яблок они не замерзут в сибири вот вот такая ну немножко у меня не получилось как лекция да это невозможно это эмоции то есть и здесь я где-то за где-то против надеюсь никого не напугал я не угроблю свою репутацию на костях абрикосов точно не угроблен я же не угробил когда в этот самый наш друг Ваулин директор института тогда он был еще завкафедрой выписал у меня сеянцы вот такие вот и вырастил что не дерево то а кости под одного патриарха кто не сорт что не этот разный сорт вот и попробуйте тут фенотип 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 вот абрикос повторяет трагический фенотип на 73 процента я ему сеянцы вышел а получилось это сколько мне почему-то кажется что может быть я вас уважаемый вас ударов благодарю за это вы мне позволили уже отталкиваясь от ваших цифр какой-то поискать компромисс правильно вот именно компромисс но мне кажется не надо пугаться что если не получится родители с тысячи даже что-то все равно получится 1 для севера 2 вот мне кажется что пусть вот это вот она скорее всего вами взята с какой-то публикации кто-то где-то использовал свои данные вот но то что случилось в моем саду пусть там несколько там получилось так сейчас вы видели эти фотографии если там есть у меня 100 абрикосов они все раз а потом уже ступает период опыления тем более как-то дерево это поляет один это другой это стой стороны застройство это называю беспорядочное полное связь никогда вот это вот я с красным выделю никогда и будет нормально в моем саду не увидите а этих принято считать у вас как ну как как истина последней станции это тот эту цифровую заметьте не 75 не 70 это при том что каждый дерево имеет бабушек и дедушек а еще я сто процентов убежден и мне кажется доказал что подвой влияет так что теперь уже после того когда берем а это помечурина тоже когда мы берем этот плод с привитого дерева что-то вырастет уж точно ни один человек на планете не угадать или 73 процента дай бог если 5 3 повторить два процента это бог видите насколько мы с вами по разумом думаем это при том что я очень благодарен за 8 если бы не было этого письма почему я отталкивался этим судя по этим самым настоящий ученый ну все друзья жалко 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 как всегда и половина не рассказал вот он бутанга на культурные груши культурнейший вот эта ветка дико потом все фотографии покажу опять не успел